ну что ребят привет поехали привет всем ребят привет я долго ждал этого дополнения очень долго и вот собственно мы и будем мы узнаем из этого дополнения чем же закончится история геральда всем привет я думаю не буду долго ждать и мы сразу начнем поехали поехали так что нас просят так так ой тут все поменяли ухо хохо хохо тут все поменяли господи все поменяли так поехали поехали сюда так так какой завод она до вызвания герой дозреве гербомост это ко мне это это я все остальное не интересно поехали я бы мог заняться вашим чудищем но не бесплатно ведь мы ждал почти также как варкрафт спасибо дедра металл спасибо большое так задание с рыцарями туссена в деревне дебря мне как-то дойти-то надо рядом у меня порты то все открыто еще ступо перейду вот сюда вот поехали я уже слышал там все прошли уже все поиграли там играют весь день спасибо космик флай спасибо тебе за подписку спасибо космик поехали первый квест будем виноградники строить вампиров убивать не бойся добрый человек расправа наше будет скорой и эти проходим гляди-ка собственный персо здравствуй приветствуем старого знакомого как полагается а вы не страшите ибо скоро настанет конец главенскими справедливыми привет ребят кто подошел я видел сообщение на доске объявлений видишь пальмирин я был прав достаточно было пройти по следам убийцы грифона из белого сада и вот в конце концов мы отыскали геральт мельтон деперак пиран и пальмирин дэван фаль рад видеть вас через нормальное имя уверяю радость твоя взаимно прости что принимаем тебя в таком месте когда мы оповестили старосту что возьмем деревню под свою опеку он предоставил нам это место для поста и уверял что это лучшее жилище в деревне опять ввязались в авантюру мы открыли что с тех пор как риданский гарнизон оставил эти места местных крестьян перзает множество несчастье из которых наибольшее это тирания бандитов вскоре разбойники прибудут в деревне дабы собрать дань и мы с мельтоном намерены оказать им прием мы оба поклялись восставать против несправедливости и угнетения тебя это дело разумеется не касается будь добр подожди нас чтобы мы могли изложить тебе наше дело после того как справимся с разбойниками да конечно помогу то есть вы собираетесь выйти к бандитам и сразиться с ними полимерин сперва желает воззвать к их совести но мне кажется что этого будет недостаточно это точно нужно дать им шанс не раз и не два бывало что закоренелый грешник сходил с пути злодейства выслушав слова осуждения в этих краях такого не случается даже если они не внемлют моему внушению мы будем знать что сделали все что в наших силах будь по вашим если полимерина подведет его риторика я вам помогу замечательно значит подождем прибытие разбойников едут едут слышите похоже прибыли ваши разбойники так и пойдем их поприветствовать вот так вот вот так идеально нечестивцы слушайте нечестивцы это он нам я пальмирин дилон фаль призываю вас к раскаине смотритесь в ваши сердца или вы не видите что они черны вот потеха ну дела не годится притеснять слабосильных и грабить их имущество сойдите с пути преступления и мы оставим вас в покое ну ладно пошутили посмеялись а теперь валите отсюда а то я сейчас терпение потеряю А вы еще кое-чего. Не, погоди, Зон. Они такие потешные. Может, еще фокусы какие покажут? Эй, комедианты. А жонглировать умеете? Или так, чтобы один огнем дышал, а другой пергил, а? Ну, давайте, волосы ваним. Остается мне, что их совесть глухая. Ты старался, друг. Довольно болтовни. Клянусь счастью, я вызываю вас всех на бой. За тусэнд. За бахлер. По имени журавля, защищайтесь, ублюдки. О, нормально. Сразу мясо. Хватит болтать, двое. Блин, вспомни еще. Тихо-тихо-тихо-тихо. вот и закончилась славная история о геральде так надо вспомнить то и что-то давно не играл ребят старый стал за не замесили по-быстрому сейчас разберемся с ними сейчас секунду пока не пропатчи ща ребят ща пойдем ща разгонимся ща подождите альц помню про белый если чо это я возьму и и прям монитору поехали так зайдем сбоку вот этого первого прям так один есть я бы мог заняться ложим чулей алексей спасибо большое иван это нехороший не только в качестве иютика пойдет хорошего эту щитом чувак так мне надо на звезду и и а и и Я думал только с Аксием справлюсь Так, меч-то достань Так О, все, последний остался Все, с этими справились, нормально Нас, мы чуть-чуть по левелу выше, поэтому у нас все получится, всех убьем А я вас предупреждал, они боятся вас не меньше, чем бандитов Так что на цветы и фанфары не рассчитывайте Здесь не ту сент А, правду говорят, что на севере даже благородный поступок обращается в ничто Время возвращаться домой И мы вернемся, друг Пойдем, Геральт Мы должны представить тебе наше послание Ну, говорите, что вас приятно Спасибо, Артем, спасибо большое, Артемик, за подписку Спасибо большое Ибо традиция Ибо традиция в Тусенте это святое Ясно Благодетельный Геральт Милостивая покровительница несчастного города Ее сиятельство, княгиня Анна Генриетта Ответишь ли ты на зов? Конечно, отвечу А Анна Генриетта Ты можешь ожидать щедрой оплаты Но вознаграждению уже сам разговаривай с ее сиятельством Еще никто и никогда так горячо и так учтиво не убеждал меня принять заказ И раз с официальной частью покончено Расскажите-ка об этой песне Речь идет о чудовище, так? Со всей уверенностью Хоть никто и никогда его как следует не видел Находили только тела людей Умерщленных страшным образом У нас есть рисунки Сделанные со слов людей Которые якобы видели бестию Но все различаются По-моему, все свидетели лгут А сколько чудовища убило человек? Двоих Едва ее сиятельство узнало о второй жертве Она отправила нас за тобой С обещанием наградить тебя землей и со стороны золочек Я бы мог заняться ложным чудищем, но не бесплатно Спасибо тебе Плохо дело А великий ведьмак Иван из школы банкиров Я опоздал минут на двадцать Расскажи, что было вначале Будь добр Я бы мог заняться ложным чудищем, но не бесплатно Клянусь цаплей Это самый качественный контент А откуда мысль, что бестия владеет черной магией? Первая жертва пропала из-за стола, накрытого к вечеру Сотрапезники были заняты беседой И только через минуту кто-то обратил внимание на открытое окно Вскоре на улице раздались крики, поскольку обнаружили труп По холл геймс, спасибо огромное Спасибо за подписку По дому сновали слуги Имя не охраняла стража, но бестия выволокла его как-то на городской рынок и... Там убила Никто ничего не видел Никто ничего не слышал Мы не боимся таких созданий, от которых защищают меч и панцир О бестии же ничего не известно Кроме того, что она неуловима и убивает без труда и без видимой причины Так, еще раз спросим На эту бестию уже охотились? Странствующие рыцари, например Хм, пробовали подманить чудовища, но ничего хорошего из этого не вышло Бестия ловкая и умная Избегает засад, нападает внезапно Она как призрак Нам нужен опытный следопыт и знаток чудовища Одним словом, ты На, ты вы турик, туренер Вы упоминали о турнире Почему княгиня его не отменила? Уже поздно, все гости прибыли На арену выйдет цвет рыцарства всех земель Среди них родня императора Бестия может представлять угрозу не только для подданных ее светлости А если погибнет иноземный аристократ, будет скандал или дипломатический инцидент? Конечно принимаю Конечно принимаю А вот вспоминаю я все заказы, которые получил от коронованных особ И что-то не припомню, чтобы после них у меня была хорошая жизнь Надеюсь, ты не собираешься отказаться? Нет, просто воспоминания нахлынули Княгиня, как я помню, довольно требовательна То есть ты принимаешь заказ? Великолепно! Нужно отправляться как можно скорее Мы долго разрискнули тебя по большакам, а время не ждет Я готов отправляться А, значит в Тусент Поехали Поехали в Тусент Сейчас кинцо-то будет О, кинцо Поехали в Тусент Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok ДелК DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok смотрится забавнее на такую фамильярность да все отлично заглядывают купцы сборщики подати и сплавщики нигде в тусэнте не найдешь лучшие похлебки из рака о досках досках с вопросиками все собираем все 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 о чем я не поздравил на турнир подбор и дастся неплохо заработать клянусь честью неужели повар как раз готовит паштет не иначе господин де пейрак пират долго же мы вас не видели милости просим вас к столу и вашего товарища тоже но ответьте почему я не чувствую запаха похлебки из рака похлебки сегодня не буду потому как раков что не стрим доты вы может и не слышали но я нашел сегодня в сетях мертвеца встал я чуть сверху как обычно я бы мог заняться вашим чудесам они бесплатно мы как раз по поводу этого мертвеца где ваня где наш банкир человек что ты сделал с бампиром мы пригласили к столу был призван сюда из чужеземных краев достать и мы княги дабы выследить и убить бестию мы пригласили к столу двоих но поскольку господин де пейрак пиран темпераментом похож больше на зайцы чем на гончую я так полагаю что речь идет о другом гости с кем имеем честь представили меня все так как говорит мельтон княгиня выписала меня с севера чтобы я расправился с бестией но кто вы такой рыцарь наемник не твое дело кто я такой мастер ведьма чешков у него есть к вам вопрос насчет последний жертвы бестия вместе бил плюс я обнаружил солнце только сходило когда я по своему обычному проснулся сел на кровати посмотрел в окно гляжу небо красное спрашивай геральт не то мы тут до зимы останемся было раннее утро ты пошел проверить сети и что потом вышел я из хаты гляжу клянусь честью делу добрый человек мы уже знаем что ты нашел труп в сетях на рак потом что был ты видел кого-нибудь поблизости что-нибудь особенное что привлекло твое внимание никого не было только я особенного ну что-то увидим если я еще услышу что небо было красное и он браков еще ловил и он труп труп нашел язык синий наружу а рядом в воде плавала рука и хорошо рассмотрелась там я так перепугался что побежал что есть силы в город вернулся с гвардейцы они там не велели держаться подальше долго ловили эти куски сети мне порезали до того там все запуталось мне надо осмотреть тело знаешь куда его забрать спасибо казака спасибо спасибо за донат и за подписку чтобы держать на холоде кассака порву бьянка это вотчина барона россия если он узнает что ему из винного погреба сделали мертвецкую он собаками затравит пока вы были в отъезде винодельня была продана с аукциона кто это был та женщина которая вышла я не заметил чтобы она входила это должно быть линка дочка кабачек а то у меня сейчас удар хватит то есть как винодельня не может быть не а вы купли для кого не деньги не проблема по уши увяз карточных до пару королевиков убью в гвинте выграю и выкуплю захотели вернуть свое княжеская канцелярия скупила все на корню а ростин сидит теперь на содержание у брата в вековарок а я ведь говорил ростилю что он доиграется сколько можно жить за прежние доблесть кредиторы в конце концов сообразили что обещание ничего не стоит такие времена современные рыцари лишь бледные тени прежних героев правду говорят что бестию наслали боги в наказание за упадок прежних обычаях значит говорят бестия это кара богов рыцари отступают от давних обычаях прежде они были защитниками княжества теперь они превратились в крохоборов как там тебе сейчас пусть говорит княгиня торгует титулами и возводит достоинства грешников мы свернули с пути добродетели утратили милость богов и боги наслали на нас кару не слушай этих бредней герой он наверняка подслушал их у какого-нибудь уличного вещу на по правде сказать этих вещунов последнее время высыпало как у больного чири и все твердят то же самое а что еще а бестии рассказывают кроме того что это божья кара люди не так глупы они видят что бестия убивает только в дни святых покровителей какая придирчиво так осмотреть гениталии самое главное пойду осмотрю тело корва бьянка недалеко отсюда у турнирных полей просто не сходи с дороги наверняка не забудешься ты не поедешь со мной и правда тебя же ждут какие-то обязанности какие-то еще до отъезда велен достопочтимая княжна оказала мне великую честь и в этом году назначила на роль зайца большой игре во дворцовых садах увидишь меня в костюме просто лопнешь со смеху меня так и подмывает спросить в чем здесь дело ну похоже это долгая запутанная история без сомнений уходящие корнями в давние традиции всего доброго и удачи тебе мельтон так я со всеми поговорил так с этими со всеми поговорил надо отправиться в корву бьянку я без лошади думал тогда бегу ну все-таки давайте раз уж мы взяли тут почему не воспользоваться плотвы и поехали давай мясо замес винодельня в замес винодельни надо кого-то найти еще где-то здесь в подвале следы маленьких босых ног идут подвал свернул шею когда падал с лестницы его швырнули о стену с огромной силой и им воспользовались чтобы выломать решетку нужны недюжинные силы чтобы ее выломать ем ты ты была на постоялом дворе ее что за Зачем ты убила этих людей? Дело ведь не в жажде крови. Нам не обязательно драться. Ну, в принципе, да, да, не обязательно. Можно что-то другое придумать. Ошибаешься. Да зачем драться, да не надо. Можно в принципе... Я не могу отпустить тебя. Хорошо. Попробуем пока без... Я бы мог заняться вашим чудесам. Спасибо большое. Спасибо, мальчик. Миле ты сам, ашлыный чувак. Я люблю тебе, покажи сердечко. Шучу, патрок дешевый, распиздяй гороховый. Жабе, опьянный пасок. И, кстати, мальчик, соси песос. Блин, надо обойти как-то ее. Ой-ой-ой-ой-ой, разошлась-то как, а? А-а-а-а! Что-то берет. А-а-а! Так вот-вот-вот-вот-вот-второй так. Ну, это второй, да, я так понимаю. Ого-го-го. Она убила все, чтобы добраться до дела. Что Брукса делала устава? Так, давайте все тут посмотрим. А-а-а, ну и вонь. Тело разбухло от воды, руки отсечены. Его четвертовали, как я и думал. Ну, давайте голову. Он долго лежал в воде. Голова распухла. На ней видно несколько укусов. Ммм, у него в глотке что-то есть. Кошелы, набитые монетами. Отлично. Отлично вот. Да, судя по Бруксину, областься просутный. Тело разрубили на куски уже после смерти. Удары наносились с большой силой, но кости рассечены, не перебиты. У существа, которое его убило, длинные когти, острые, как ведьмачьи мечи. Сперва оно пробило ими сердце жертвы. Его убило не Брукса. Третья рука. Запасная. Она принадлежала не жертве, но стражники должны быть этого незаметенны. Просто собрали все, что нашли. Как такое может быть, что она все еще теплая? Из нее течет кровь. Некоторые виды существ склонны к регенерации. Я никогда не слышал, что в отрезанной конечности столько времени оставалось живо. Позже изучу ткани повнимательнее. Может, что-нибудь узнаю? Закончить. Подведем итоги. Убийца, скорее всего, чудовище, не Брукса. Тогда зачем вампирша пришла за отрезанной конечностью? И какому существу принадлежит кисть? Почему она так долго сохраняет тепло? И, да, зачем в глотку убитому сунули кошелек, а тело изрубили? Много вопросов и мало ответов. Надо разузнать о предыдущих жертвах. Попрошу Польмерина доставить меня к княгине. Нам надо бы поспать. О, да, вот они тут все еще поменяли. Ой, надо поспать. Хотя бы часок восстановить эликсиры. Отлично. Эээ... У меня хаппересы в цели будут полные. Ладно, ладно. Может, я что-то не заметил? Ну ладно, уже пешком. Да и бежим, мы уже без лошади будем. Так, да, бежим. Хоть полюбуемся тут на горы, на этом. Кстати, мы где? Какая тут кар... Ой-ой-ой. То есть оно... Ага! А-ага! Ну, так-то неплохо. Это же скандал! Я должен срочно поговорить с княгинем. Ну, вот и конец истории, дети. Возвращайтесь к родителям. Благородный Польмерин. А как же история про Ридигера и дракона? С ней придется обождать. Лучше присмотритесь к человеку, который стоит перед вами. Это Геральт из Ридми. Мастер-ведьмач его цеха, который внес свою лепту в победу над великанным драмом. Да-да, я. Да. Мастер-ведьмач, а правда, что добродетель всегда побеждает? Так, это дети. Как надо себя вести с детьми? Ну, идти по добро, это хорошо, ладно. Да-да, добродетель всегда побеждает. Но ведь черный рыцарь негодяй, а он побеждает. Ты задаешь слишком много вопросов. А моральная победа, это тоже важно. Ну да, как же. Довольно вопросом. Возвращайтесь к родителям. Ее сияельство прибыло на турнирные поля и соизволит наблюдать за сражением на Ридми. Если мы поспешим, ты успеешь с ней встретиться, прежде чем начнется зрелище. Веди. Я бы мог заняться лошадным чудищем, но не бесплатно. Спасибо, Грун. Здравствуйте, мастер-ведьмак. Как ваше здоровье? Замечательно. Кто-то собирается сражаться с Шарлеем, который еще над колокольчиком привязанных к хвосту? Что? Эта тварь подарок императору. Что это за хрень? Это опасно. Колокольчиков недостаточно. Я видел нечто подобное на Ридми на уроне. Там рыцарь победил во злое с колокольчиками на хвосте. Может, повезло, а может, колокольчики и правда помогают. Дайте я справлюсь. Только у ведьмака есть шанс пережить поединок со здоровьем Шарлеем и Тонием Кардерем. Будь неразумно выпускать такое опасное чудовище рядом с толпой. Кто будет сражаться с чудовищем? Ильек. Ты его уже не понял. И, пожалуйста, он собирался добыть трофей Даме Сердца. Мне кажется, дамой не дождется. Большая дама требует больших шансов. Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОСВЯЩАЮ СВОЮ ПОБЕДУ ПРЕКРАСНЫЙ ЛЕДИ ЕВИБИЕННЕ! Но... Началось. Придется подождать его. Мне кажется, парень недостаточно готов к этому, битый вот этим вот шарлеем, шарбием. Ё-моё. Не нравится мне все это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блядь! ГГ, поможем ей. Что это может быть? Ну ты что, а? О, это же бит. Что? Что ты? Да заткнись ты, я солдат. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Спасибо большое, Диамант, спасибо. Красивый погиблотворк! Да 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 да! Да 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 да! Господу. иди помогая он опять на 5 крутится и и и и и и и и и они могут быть него кинула ясно ясно он горит он горит Словно любовник коварный, из девой величии не знает их правил, как же шарфея ведьмак заманил, а потом его ранил. Интересно, а я истинно ардом? Нет. Абсолютно никак. Обрата на Квен давай. Срочно нужен белый мед! Ой, как тут все... О-о-о-о! Да не ударишь ты по нему! Барон, живи! Да барон, уйди оттуда! Барон! Барон, уйди! Умрет же! Барон! 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 Умрет! Блин, я умру! А-а-а-а-а-а! Ни сила нас не спасает. Что-то какое-то вам жесткое. Удар, и пленок продолжает движение руки. Страшно шарлей заревел. Надо сбоку ухить. По ноге! Уйди, уйди от меня. Барон, живи! Барон! Мастер-ведьмяк! Все, барон, барону ГГ. Попрощаемся с бароном. Он... Я сделал все, что смог, чтобы спасти его. Теперь ты один. Я знаю, я сейчас его спасу. Ты жив? Нет, барону, барону капец, ребята. Барону... В общем... Барон... Мастер-ведьмачьего цеха победил Шарлея. Да-да-да. Извините, как из бестии уходит жизнь. Барон сам виноват. Я хотел время это растянуть. Исполни свой долг. Доверши дело. Добить. Я бы мог заняться вашим чужеским. Спасибо, Бастер-Зен. О-хо-хо-хо. Бастер-Зен, спасибо большое. Бастер-Зен, спасибо большое. Бастер-Зен. Он жив. Еще немного, и парень голубомертв. Со мной... Все... В порядке. Юлиена... Улыбнись, как пристало герою, и молчи. Она как раз идет сюда. Слушай, а может, если ты другую попроще найдешь девушку? Без каких-либо там, бис шарпиев, без сего этого? Тихо. Мы так долго ждали твоего принезда. Едва не потеряли надежду. А тут внезапно такое появление. Ваша милость. Шарли это очень опасное создание. Даже для рыцаря в полном доспехе. Нонсенс. В Тусенте рыцари из древней скали славы в сражениях с чудовищами. Гильон получил несколько синяков и шрамов, а взамен обрел вечную славу у Смирителя Чудища. А как же публика? Если бы Шарлей прорвался на трибуну, он устроил бы тут бойню. Вера, несмотря на то, что мы ценим твое неожиданное вмешательство на арене, мы напоминаем, что ты был нами, и как вскоре выяснится за крайне щедрое вознаграждение, совсем для иного... Вот тут поподробнее мне надо знать. Ваша милость. Я хотел бы поговорить о моем заказе. Разумеется. Только не здесь. Нам понадобится Дамьен, который ввел следствие до твоего появления. Только где он может быть. Пойдем, поищем его. Скажи нам, ты прибыл один или в обществе Виконта Юлиона? Не, без Лютика. Вы хотели бы увидеться с Лютиком, ваша милость? Нет. То есть да. Только чтобы сказать ему, что мы сожалеем. Да, глубоко сожалеем. Об отмене вынесенного ему смертного приговора. Если бы мы могли повернуть время вспять, мы бы проследили за тем, чтобы он заживо сгнил башню. Чтобы его повесили, обезглавили, колесовали. А, вот человек, который лично повел бы его на эшафот. Капитан моей гвардии Дамьен де ла Тур. Какие у него семена у всех взятные. Ваша милость. Ведьмак. Приветствую. Мне очень жаль, но солдаты, которые занимались телом последней жертвы… Я уже обо всем знаю. Это существо в подвале Корва Бьянка. Это была бестия? Это была Брукса. Разновидность вампира. Но она как-то связана с бестией. Откуда такая уверенность? Я внимательно изучил свидетельства. Следы на берегу реки и в Корва Бьянка. Ты желаешь намекнуть, что до сих пор следствие велось невнимательно? Геральт ничего подобного не сказал. Все шикарно. Не будем его прервать. Настолько шикарно, что вы позвали меня. Все замечательно. Я осматривал тело последней жертвы и, похоже, нашел нечто интересное. Но эту улику еще нужно изучить. Для этого мне понадобится тихое место и помощь алхимика или чародея. Кроме того, я хотел бы поговорить о предыдущем…